Более 280 пожаров зарегистрировано в Чувашии с начала года. В них погибли 26 человек, 15 получили травмы. Чтобы минимизировать количество чрезвычайных ситуаций, МЧС Республики вместе с Минздравом проводят мастер-классы. Как действовать при пожаре, узнали воспитанники Чебоксарской гимназии номер 4. 21 секунда. Ровно за столько пожарный должен надеть боевую одежду. На мастер-классе все желающие могли вжиться в роль спасателя. Нужно было одеть форму пожарного. Я одел быстро. Запомнил, как надо было одевать форму. Мне это очень пригодится. Если какой-то будет пожар, я это использую. Как обозначается эвакуационный выход системы пожарной автоматики «Огнетушитель»? Знания знаков пожарной безопасности проверили на викторине. Мы прекрасно знаем, что все это лучше усваивается детьми, когда это все показывается и рассказывается в игровой форме. Поэтому наши специалисты сегодня эту форму также будут применять. В виде викторины. Вспомнили и причины возникновения пожара. Люди, уходя из дома, забывают выключить культю. Также может произойти замыкание. У меня на прошлой неделе в доме замыкание на восьмом этаже было. Я в шоке была. Какие бывают «Огнетушители», по какому номеру звонить, если случился пожар? И самое главное, что делать, если есть жертвы ЧП? Как оказать первую медицинскую помощь? Если вдруг дети заметили в изгорании огонь, не только дома, но может у кого-то у соседей, да? Или в школе. Что нужно делать, что предпринять, кому звонить? И главное, конечно же, это алгоритм, правильный алгоритм действий во время пожара. Чаще всего люди гибнут не от самого пламени, а из-за отравления угарным газом. Виной тому паника и длительное нахождение в задымленном помещении. Поэтому первым делом нужно прекратить контакт с отравляющими веществами. Не лишним будет умение делать искусственное дыхание. Кладем какой-то, скажем, носовой платочек или что-то на лицо, чтобы ваш рот не сприкасался с ртом пострадавшего. И делаем два вдоха. Я сейчас вам продемонстрирую, как это делается. Напоминаю, голова должна быть у пострадавшего запрокинута. Раз, сделали выдох. Второй выдох сделали. После второго выдоха вы опять приступаете к 30-ти массажным толчкам. Акция МЧС за безопасное детство уже несколько лет идет в республике. Во всех школах и детских садах Чувашии говорят о профилактике пожарной безопасности. И не только. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.